Здравствуйте, друзья! Сегодня разберём простой аккомпанемент к песне «Разговор со счастьем» в тональности для минор. Счастье вдруг в тишине постучалось в двери. Неужели ты ко мне? Верю и не верю. Падал снег, плыл рассвет, осень моросила. Столько лет, столько лет, где тебя носила. Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Всё мне ясно стало теперь. Столько лет я спорил судьбой ради этой встречи с тобой. Мёрз я где-то, плыл за моря. Знаю, это было не зря. Всё на свете было не зря. Не напрасно было. Итак, ставим для начала ля минорный аккорд АМ и проигрываем как настройка. И потом идёт уже песня. АМ, ДМ, Е7, АМ, АМ, ДМ, АЖ7, Е7. Затем в правой руке пойдёт арпеджи уже. АМ, А7, ДМ, Ж7, СЕ, ДМ, АМ, АЖ7. Можно как-нибудь так их проиграть. И заканчиваем либо так, либо можно перед припевом последний аккорд сыграть большим пальцем. Проезжаем три струны скользящим ударом, потом безымянным соскальзываем вниз. Далее припев. А, М, АМ, АМ, Е7, 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 АМ, 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 Е7, 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 АМ, А7, А7, А7. А, А7, ДМ, 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 А, М, А, М, А, М, Е7, 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 А, М. Ну, теперь работа правой руки. Значит, вначале скользящий удар получается. Счастье вдруг в тишине постучалось в двери. Тут можно поколотить вот так или кому как нравится. Дальше опять скользящие удары большим пальцем. «Неужели ты ко мне? Верю и не верю». Тут уже арпеджио пошло. «Верю». Четырех струн и тут можно, ну, как угодно, как вам нравится. «Верю и не верю». И дальше идет четырехзвучная арпеджио. То есть большой палец играет основной бас аккорда, а три остальные пальца играют на первых трех струнах. «Столько лет, столько лет, где тебя...» Ну, вот этот H7 можно на четырех струнах, на второй, третий, четвертый, пятый играть. «Где тебя носила...» Вот этот Е7, я уже говорил, что он играет, показывал, играется он, большой палец скользит по трем басовым струнам. Дальше идут указательный, средний, безымянный. И когда безымянный, безымянный уже не сдергиваем, а он с первой струны идет с опорой на вторую струну и дальше соскальзывает до басовой струны. И получается вот так. Ну, кто может, кто хочет, может вот так. Вот так сделать. Он такой эффектно будет. Далее идет припев. Значит, идет... Бас, бас аккорд. Это как в «Разбойниках», почти, песня «Разбойников». То есть, стоккотируется басовая струна большим пальцем. То есть, вы исполекли звук, потом... То есть, все время кто-то за струны держится. Либо большой палец, либо та тройка пальцев. Вдруг как в сказке скрипнула дверь. И вот весь припев вот так играется. Тут четыре аккорда в припеве. Ну, и до конца припева. В песне используются семь аккордов. Ну, начнем с первого аккорда. Это ля минор. Или а-эм. Значит, вторая струна. Первая струна открытая. Вторая пережимаем на первом ладу указательным пальцем. Третья струна безымянным пальцем на втором ладу. Четвертая струна тоже на втором ладу, но уже средним пальцем. А-7 аккорд, который тоже понадобится. Первая струна открытая. Вторая обычно безымянным пальцем ее прижимают. Затем третья струна открытая. Четвертая струна средним пальцем. Ну, вот если безымянным вторую, то средним пальцем обычно четвертую тоже на втором ладу. Пятая открытая. Это пятизвучный аккорд. Как и а-эм. А-7 тоже пятизвучный аккорд. То есть надо стараться не зацеплять шестую струну, а на пятиструнах играть. Далее понадобится аккорд д-эм. Один из трех блатных аккордов. Значит, первая струна. Струна прижимается на первом ладу. Вторая обычно мизинцем прижимается на третьем ладу. Третья средним пальцем на втором ладу. Четвертая струна открытая. Это четырехзвучный аккорд. Желательно его играть на четырех струнах, не зацепляя пятый бас. Но если зацепите нечаянно, то это сильно не испортит, конечно. Ну, в общем, четырехзвучный аккорд. Следующий аккорд – это G7. Первая струна прижимается указательным пальцем на первом ладу. Пятая струна средним пальцем прижимается на втором ладу. И шестая на третьем ладу безымянным пальцем. Следите за тем, чтобы у вас кисть была правильно расположена. То есть, чтобы нижние пальцы, в смысле, ладонь не заглушала первую струну. Потому что, если неправильно взять, будут заглушаться звуки. Кисть должна быть закругленная. Это G7. После него, обычно, и в этой песне тоже, и это часто происходит, после G7 играется аккорд С. Как перейти от G7 к С. Это очень просто. Надо просто указательный палец сместить на первый лад с первой струны на вторую. А безымянный средний пальцы с шестой и пятой сместить на пятую и четвертую. Смотрите, как это делается. G7. G7 это шестизвучный аккорд. C. Ну, или G7. А C это, ну, желательно его на пяти струнах играть, то есть без шестой струны. Хотя ничего не испортится, но все-таки главный звук, основной тон, это на пятой струне. А пятый, основной тон должен быть в самом нижнем аккорде. Так, и аккорд. Аккорд H7. В джазе его обозначают буквой B7. Вот, а в эстрадных песенниках обычно H7. Первая струна мизинцем прижимаем на втором ладу. Вторая струна открытая. Третья струна безымянным пальцем на втором ладу. Четвертая струна прижимается на первом ладу указательным пальцем. Пятая средним пальцем на втором ладу. То есть у нас три пальца находятся на втором ладу. Аккорд пятизвучный, то есть шестую струну не трогаем. Так, и еще один аккорд, который обычно играется после H7. Обычно идет аккорд Е7. Это таким образом прижимается. Первая струна открытая. Вторая мизинцем прижимается на третьем ладу. Третья струна указательным пальцем на первом ладу. Четвертая безымянным на втором ладу. Пятая средним на втором ладу. Аккорд можно играть на всех шести струнах. То есть основной тон это шестая струна. Ну и после этого аккорда естественным образом в ля минор ставится. То есть вот эти пальцы, которые стояли у нас на третьей, четвертой, пятой струнах в ля минор, они просто спускаются, как бы соскальзывают по струнам. Раз, и готов ля минор. А мизинец убираем. Тренируйтесь, развивайтесь. Желаю вам удачи. До новых встреч.